здравствуйте мои красавицы сегодня мы сошьем куколку из ткани которая не сильно тянет обводим выкройку без всяких прокладывание чего-либо внутрь прям вот так обводим будем шить из одной этой ткани дальше две ноги две руки делаем вот таким вот образом я вырезать даже это все не буду я это сразу сейчас на машинке сошью потом вырежу чтобы выпадок было как можно меньше конечно можно вот так отрезать но мы пока так оставим же ноги блок можно оставить либо здесь разрезы либо здесь не зашитые чтобы потом вывернуть и набить постараемся попадать в нарисованную линию если это не получается не беда больше шейте с опытом придет следующая нога точно так же ничего что вам повторяюсь делаем закрепочку у меня у самой тут не видно линию где она тут проходит нарисована в общем шьем по приборам закрепочку снова на руках тоже вот здесь мы делаем оставляем такие не зашитые отверстия для того чтобы вывернуть так на теле тоже вот здесь оставляем давайте тело сейчас сошьем значит вот тут мы горловину мы пока не шьем делаем закрепочку снова закрепочка перескакиваем вытачку делаем закрепочку доходим до отверстия не зашиваем делаем закрепочку перепрыгиваем его и ставим опять закрепочку готово так я тут подальше прострочила в общем чуть чуть подальше нарисованной линии вот прям миллиметр к на 3 чтобы у нас просто шея была определена теперь шьем руки все время хочу сказать руки-ноги-хвост ноги-хвост ноги-хвост наверное мультфильмы влияют с детства вот сейчас я вырежу тело и мы его сразу же прострочим и вырежу тут ножницы такие неудобные давно я не пользовался и ни разу не пользовался их только купила привыкла к своим большим такие неудобные обалдеть значит смотрите здесь мы прям по вытачке режем неудобные но режут но острые пока острые так значит мы ее вот так складываем прям можно даже заколоть чтобы нам вот эти шовчики попали соединились друг с другом никуда не попали соединились так теперь теперь мы вот этот шовчик тоже соединяем друг с другом закалываю прострачиваем на прострачиваем здесь горловинку ух нитка сейчас вылезет вот так отрезали так отрезали и вытачку стачиваем отлично для головы нам нужно две боковых части прям так и подписано боковушечки одно лицо и один затылок теперь мы берем лицо и соединяем с боковухами вот таким вот образом где выпуклая часть это у нас идет к лицу и начинаем строчить вот здесь оставляем сантиметрик не застрочены поехали здесь у меня самый исчезающим маркером все нарисовано когда-то он исчезнет так берем дальше лицо следующую сторону и складываем с другой стороны вот таким вот образом и то же самое делаем здесь начинаем это уголочко поправляем лишнее все срезали дальше открываем сколько и так открываем смотрим что у нас тут получилось кладем заднюю часть затылок также прошиваем можно и по кругу пришить если получится можно также остановиться вот здесь в уголочке и прошить второй строчкой сейчас посмотрим как пойдет закрепочки делаем всегда чтобы не случилось и не происходило закрепку ставим подняли лапочку повернулись и едем дальше строчим готово теперь это все нам нужно вырез вывернуть и набить синтепоном для чехла вырезаем лоску точек 37 на 11 не должны на 11 водите на 14 37 на 14 складываем пополам и еще раз пополам берем 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 выкройку которую мы складываем к сгибу и прорисовываем берем иголочку законопачиваем соединяем и начинаем прошивать длина стежка полтора закрепочка так прям тянем за эту ниточку чтобы поехала шить чтобы не заживала всякая бывает так у нас тут маленькая шелочка готова машинка пока нам не нужно больше прежде чем набивать нам еще надо до вырезать до вырезать потом вывернуть и набить вырезаем две руки я наверно у быстро видео чтобы не так долго все показывал а и и и и и и Хороший материальчик, знаете, легко и быстро из него шить, без всяких сэндвичей, без всяких внутрь проставления каких-нибудь тканюшечек. Если у вас ткань очень трикотажная, сильно тянется, то вы, получается, туда нужно либо клеевой материал вставить, либо бязь, в общем, вы уже знаете из всех мастер-классов до того как, вышедших здесь на канале. Давайте с ног начнем. Итак, ух ты ж, не хочет. Кто-то мне посоветовал пинцетом набивать туда, засовывать, засовывать. Я привыкла палочкой, ладно. Делаем пинцетом. Попробуем. Ваши советы бесценные. Берем, набиваем очень-очень плотненько. Если вы будете маленькими кусочками толкать и утрамбовывать после, то целлюлита не будет. Я, в принципе, привыкла сразу толкать и утрамбовывать. Не пинцетом, а палочками. Почему-то мне так удобнее. Не могу сказать, почему. А, наверное, потому что пинцет надо положить, взять палочку. Это лишнее телодвижение. Наверное, из-за этого. Так, в общем, набиваем туго. Не до такой степени, чтобы трикотаж разлезся, но туго. Ну и поехали. Все. Обустряемся. Продолжение следует. 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 вырезаем чехольчик ух ты ух ты ух ты у меня тут машинка пропустила сейчас я еще разочек прошу иголку надо было поменять наверное машинку сумку шила стегал не помню какая там стоит иголка плана сейчас поменяем пока выворачиваем это все дело голову и набьем ее синтепоном очень туго просто взяли и туго-туго набили и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, туда бы еще ушло, не толкалось. Так, все. Итак, я прострочила второй. Видите, вторая строчка у меня рядышком. Не стала строчить по этой же, но всякий случай. Так, отрезаем. Срезаем, мне говорят, учи русский язык, товарищ. Как это так? Живешь в России и не умеешь выражаться? Ну, сори, сори, сори. Еще и по-английски что-то пытаюсь сказать. Выворачиваем. Выверлаем, как бочь моя говорит. Ну и откладываем пока в стороночку. Берем голову. Голова наша любименькая. Так, сейчас карандашик надену, покажу, чтобы было всем видно. Значит, первая часть, вторая часть, как обычно, делим на три части. Вот она у меня, одна треть. Здесь у меня будет нос, здесь щеки, ну и здесь глазки. Будет такое маленькое, хорошенькое личико. Значит, смотрите, здесь у нас сзади ничего нет. Спереди у нас вот такие штуковины, которые нам будут сейчас помогать делать щеки. Ну, неважно, куда там смотрят эти все швы. Главное, чтобы у нас дырка была сюда, чтобы могла голова войти. Берем иголку с ниткой и входим посерединке. Выходим с другой стороны посерединке. Где тут, как тут, вот серединка. Самое главное, чтобы у нас все вышло на одном уровне. Прямо так голову вот так поставьте и должна быть перпендикулярно столу иголка. Первый круг пошел. Я буду делать в одну ниточку. Вытягиваем вторую. Дальше идем вот здесь. Прокол делаем посерединке, где у нас будет носик. Серединка должна у нас быть прям посерединке. Не смещенной никуда. Заходим сюда и опять выходим вот сюда. Упс. Упс. И затягиваем. Вот так вот. Вот так. Сильно не тяните, а то порвется нить. Дальше вот сюда заходим. И вот сюда выходим. И вот сюда снова вот так выходим. Все. Теперь нам нужно это все дело потянуть. Упс. Ха-ха-ха. Лучше попробовать завязать. И вот так тянуть. Да. Понятно. Двойную надо было брать. Не прошел процесс. Процесс не получился. Слишком тонкая ниточка оказалась. Сейчас мы возьмем потолще ниточку. У меня тут есть. Наверное, вот эта вот. Ох, какая хорошая ниточка. Заходим. Снова. То есть вы поняли, что нужно взять толстую, хорошую нить. Я ее даже вот эту капроновую в два сложения сделаю. Чтобы никуда. И ни за что. Все то же самое. Заходим. Знаете, это, наверное, для тех, кто с первого раза не понял, куда заходим. Поэтому так получилось. Заходим. Дальше идем через нос. И назад вот так вот сюда выходим. Вот так вот у нас должно получиться. Прям тут даже не жалко потянуть. Теперь мы завязываем. Тянем. Так, клей не взяла. Лучше всего с клеем. Это все сделать надо. Прям пока не затянули, капаем на это дело все. На узелочек. Не на узелочек, а на за завязку. Капаем и начинаем тянуть. Вот так. Вот у нас нитка сразу там остается. С клеем схватывается там. Отлично. Теперь. Делаем. Видите, какие телодвижения. Держим, держим. Чтобы там внутри у нас все осталось. Ох, вот так вот. Хорошо. В принципе, можно срезать и еще разочек выклеить клеем. Таким образом. Дальше берем бусинку. Она у меня сантиметровая. И вот сюда мы ее сейчас пришьем. Я выхожу в нос. Прям вот сюда посерединке. Прям постараюсь выйти посерединке. Не хочет. Ох, попал. В одну нитку сделаю. Где-то я это уже слышала. Так. И вот сюда уходим рядышком вниз. Вот видите, сюда, потом вниз. И к нашей нитке. Вернулись. Возвернулись. Теперь бусинку поворачиваем. И завязываем. Можно тут не тянуть, просто завязать. Ой, это иголочка. Я выйду в госну. Конечно, конечно. Да, да, да. Обязательно надо было запутаться. Именно на этом самом интересном месте. Не хочешь, как хочешь. Так. Нос готов. Сейчас мы щеки приваляем. И дальше будем думать, что делать дальше. Знаете, щеки можно не валять. Ну, лучше всего привалять. Можно их не то, что не валять, а потом подсунуть под чехол. И можно будет даже увидеть, как оно пойдет. Я сейчас посмотрю. Посмотрю. Вот сюда я хочу подбородок сделать. Не знаю, большие делать щеки или небольшие. Я не хочу большую круглую голову. Хочу такую головочку. Миниатюрную. Я, наверное, возьму вот такой вот синтепон. На две части разделю. Просто у меня будут две щеки. Вот так. Иголка для валяния. Мне написали в комментариях. Лена, я не поняла, почему у меня не держатся щеки на синтепоне? Я их приваляла иголкой. А они вообще ни в какую. Они отпадают. Оказалось, что человек вот такой иголкой это делал. Так тын-тын-тын-тын. Но это же простая иголка. Она нужна иголка для валяния. Она такая специальная, трехугольная. С рубчиками, которые, заходя внутрь, хорошо закрепляют синтепон внутри. Понимаете, в чем было чудо-то? Чудо-крепление. Оказывается, это непростая иголка. Так. Сильно туда не будем заходить. Назад. Щечки пускай впереди у нас висят. Так. Так как у меня чехол двойной, мне не страшно будет натянуть сразу его, не сглаживая поверхность головы. Так что не экономьте на чехле. И потом будет проще. Иголка номер 60 я покупала и 38 номер. Я вообще их много купила. Но некоторые у меня оказались тоже, знаете, игла обратного, что ли, хода, которая тоже не давала. В общем, я с ними тоже знакомилась с этими иглами. Так что вы не одни такие. Я тоже покупала, не получалось, снова покупала. Нашла какую-то иглу. Даже не знаю номера ее. Может, тут написано где-то, конечно. Ну, в общем, помню, что 38-й мне понравился и 60-й. Или 40-й. В общем, какие-то такие вот иглы. Поспрашивайте у представителей в магазине, кто продает это. У продавцов называется. Так, одна щека у меня такое чувство получилось больше, пока я тут разговаривала. Когда я шью куклу, я обычно помалкиваю. Ну, видите, с вами-то надо поговорить. Вам надо рассказать. Показать. Показать-то я могу. Вот когда рассказываю, видите, как получается. Ну, сейчас мы ее затолкаем туда. Так, я, пожалуйста, аккуратненько с этими иглами. Они, знаете, такие колючие. Проколят, мало не покажется. Пальчик. Так, вот сюда. Видите, я прям до шва налепила щеки. Ни вот сюда, ни переходя. Хочу, чтобы они были такие. Ну, вот здесь. Вот здесь. Не по всему, что расстеглись лицо, а впереди лица оказались. Как у хомяка. Знаете, меня в школе обзывали хомяком. Из-за моих щек. Видимо, поэтому такие у меня куклы и стали рождаться. Все в меня. Шикастенькие. Так, берем маленькую вот такую пиндюречку, бусинку. И мы ее сейчас сюда же заходим. Также сбоку. Выходим вот сюда, между щечек. Прям вот. Вот где у них, где они соединяются, мы сюда и выйдем. Так. Берем бусину и выходим назад. Поворачиваем ее. В этот раз мы будем без губ делать куклу. Просто кукла. В общем, все готово для чехла. Для того, чтобы одеть чехольчик. Все готово. Начинаем зашивать отверстия. В руках, ногах и теле. Берем прям вот таким вот образом. Заходим в руку. Прячем хвостики туда. Хвостик длинный получился какой-то. В общем, вот так вот. Так берем. Вот тут берем. Надо было его состричь. Не хочет даже спрятаться. В общем, мы вот таким вот образом туда-сюда шьем. Потом чуть-чуть подтягиваем. И у нас все закрывается. Делаем закрепочку. Взелочек. И вводим нитку. Дальше берем ногу. Точно так же. Вот это все туда засовываем. Если не засовывается, можно отстричь. Здесь цепляемся. Здесь цепляемся. Здесь цепляемся. и здесь. Иголки какие-то эти. И острые. По чуть-чуть прям цепляемся. Вот так раз. И тянем. Тянем, потянем. Потом отстригу все махары, которые торчат. Узелочек. И вытянули ногу. Так. Вот это все лишнее обстригли. Тун-тун. Так. Руки-ноги готовы. Ну, теперь тело. По чуть-чуть. Вот так раз. Раз. Как штопка. Туды-сюды. И вот так тихонечко. Хопс. И оно затянулось. И ничего не видно. Нитка нужна, конечно, для этого. Такая прочненькая, чтобы не порвалась. Ну, армированную можно взять. Я модель решила. Она тоненькая, но такая прочная. Так. Все затянули. Сделали узелок. И убрали ниточку. Все. Теперь нам надо плотную ниточку. Все то же самое. На 0,5 поднимаемся. Так. Это у нас. Где нога-то наша? Вот это. Так. Ну, действительно, надо сильно-сильно ее потянуть, чтобы ноги прям прижало к телу. Так. Выходим. В пуговицу, в ногу. Идем по тем же точкам, которые у нас были. Затем запутутся. Чего? Вот интересно, почему так произошло? Сейчас посмотрю, может быть, опять что-то неправильно пришиваем. Обычно, когда все правильно идет, таких вещей не происходит. Снова завязываем. Так. Не буду сильно тянуть. Вот. Поставлю вот так. Но смажу клеем, чтобы нитка не уползала. Так. Опс. Слышите звук. Ох. Вот так. И вот так. Все. Это мы выводим ниточку. Можно даже ее через тело. Если хотите, то мы такую куклу можем еще сшить, но уже игровую. Это по запросу. То есть, игровая, это когда снимается одежда. Сейчас у нас одежда не будет сниматься. У нас она будет интерьерная. Также ниточки, кончики выводим. Так. Попугай там требует свободу. Свободу попугаям. Обычно, когда так орут, это значит устали сидеть. приходится выпускать. Готово. Это мы сюда, это сюда. Все. Вот такие ноги. Ну что, продолжим. Значит, кукла готова. Чехольчик, чехольчик еще не готов. Сейчас мы его вот таким образом соединим. я начинаю. Я начинаю, чтобы они никуда не делись, эти две штуки, чтобы их затянуло хорошо наверх, чтобы не было сборочек около шеи, на шее. Мы сейчас провернем с вами одну операцию. вот таким образом зашиваем. Подтягиваем второй слой, чтобы рядышком был. Рядом, никуда не ушел. Так, а теперь нам вот эта нужна. В общем, мы сейчас ее одним махом придется менять иголки. Ну, в общем, вот так сделаем. Иголка, видите, как покосила ее от жизни, от работы со мной. ее слегка помяла в жизни. Итак, берем. Можно, пока мы еще не чехол не надели, можно этот чехол просто вот выйти сюда иголкой и выйти вот сюда сразу иголкой с этими нитками. Это у нас просто закрепление будет чехла, чтобы он вот туда ушел, попал и больше ничего с ним не произошло. Только для этого. Натягиваем. вам надо хорошо затянуть глубину. когда мы оденем чехол на голову, мы уже все с вами затянем и сделаем. Ну, все отлично, подбородочек видно, щечки небольшие, здесь будут глазки. мне очень нравится лицо, уже нравится. Берем, значит, я вырезала три вот таких 7,5 сантиметров и в общем 7,7 сантиметров. Это у меня фатин, мягкий, который он метр двадцать шириной. Видите, какая маленькая ширина у него будет тут наверное сантиметров шестьдесят. Может даже меньше. В общем, нам надо срезать кромку с двух сторон и собрать на нитку. У нас будут три юбочки. Первая юбочка будет одеваться первый, вторая второй, ну а третий, как мы догадались, пойдет сверху третьей юбкой. Взяла я такую нитку, которая очень плотная, потому что не нравится мне работать с нитками, которые рвутся неожиданно. И начинаем собирать. Можно собрать все три юбки сразу, но чтобы было попышнее, лучше их собирать по отдельности. Тогда у них будет совсем другой вид. « нитки» нитки» он Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая получилась юбочка. И сейчас мы ее оденем на куколку. Одеваем, естественно, начинаем сзади. Прямо так прикалываем. Видите, какая она нежненькая. Ее так было много, и она вон как собрала. Так, теперь мы ее начнем пришивать к телу, захватывая штанишки, чтобы штанишки остались вот здесь. Вот такой шовчик наверху. Расправляем. Распределяем. И начинаем этой же ниткой пришивать. Можем ее потянуть. Распределяем. 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 то же самое делаем с двумя остальными юбками Смотрите продолжение в следующей серии Продолжение следует... 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 начали начали прям пока по линии идем челку срезать не буду заколочкой какой-нибудь заколю все теперь по кругу идем отступаю тут немножечко 05 прям поднимаю все так вот трасса много не буду экономить здесь мы уже стык стык где у нас лоб начинается прямо так друг с другом приклеиваем здесь опять можно чуть-чуть уйти сюда вот на 05 в общем смотрите как сами хотите можно все делать стык в стык везде как вам больше нравится экспериментируйте чтобы вы хотели как вам больше нравится но впереди всегда мы делаем стык стык чтобы не происходило потому что впереди должно быть все закрыто тут у нас шовчик идет его прям посильнее промазываем чтобы к нему приклеилась все хорошо в общем так по кругу и идем и давайте и и и Продолжение следует... Макушечку делаем уже всю стык-встык. Ничего нигде не пропускаем. Тихонечко закругляемся, заворачиваемся. И оставляем небольшой пятачок, не заклеенный. Можно пройтись по второму кругу, прямо на те, которые уже наклеены. Вот тут вот, прямо на этот, чтобы бугорок получился такой. Таким образом теперь срезаем. Сантиметров 10 оставляем. Много не надо оставлять. Так, все отклеилось. Дальше клеим снова. Поверху прям идем. Так, и теперь у нас тут остается вот такое вот углубление, в которое мы сейчас с вами закатаем улиточку. Мажем и скручиваем. Можно пинцетик взять, чтобы не обжечься. Главное, чтобы улиточка туда вошла, чтобы она не была большой. Маленькая еще ладно, а вот если она большая будет, то может не войти туда. Прямо туда ее втыкиваем и иголочкой помогаем. Иголочка застряла с ниткой. Прямо вот так ее туда, туда, туда. Вот так. Вот так. Лишнее убираем. Вот такая у нас метелочка получается. Если тут что-то нужно подклеить, подклеиваем. Вот и все. Теперь подстригаем на утюжок. Сейчас я еще приклею бантики к куколке. Вот такая она у нас получилась. Теперь на утюге мы вот это все дело раскладываем в разные стороны и утюжим. Я обычно с паром утюжу через проутюжильник. Прямо так. Расчесать, естественно, надо. Так, а теперь я хочу, пока у меня клей горячий, приклеить вот такие вот штучки на куколку, на платье. Наверное, вот сюда прям так я их и приклею. С серединки начинаем. Так, раз. Два. Три. И еще. В общем, штучек пять влезет. Так, раз. Два. Можно ободок сделать на голову тоже с таким же бантиком. Ну вот, красота же ведь. Ну ведь красотаж. Красотаж. Теперь убираем все лишнее. Что у нас тут получилось. Поправляем все, расправляем. Растесываем и кукла готова. Еще надо сделать ей животного. Я думаю, вот такого сделаем. Только беленького. Прям беленький-беленький. Они как раз будут друг с дружками хорошо смотреться. Все, мои хорошие. Кстати, мастер-класс по собачке есть. На канале. Успешного всем творчества. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok